Всем привет! Сегодня будет распаковка посылок с сайта Алиэкспресс. Здесь немножко мелких пакетов и вот такая коробочка. Коробочка еще не вскрывала, но предполагаю что-то. Ну, давайте вместе посмотрим. Первая посылочка. Это у нас наклейки. Наклейки для маникюра. Так, одну минутку тут отсвечивает у меня. Вот так вот получше. Вот такие вот. Ну, есть пластины с такими рисунками. Я вот нашла наклейки. Просто наклейки побыстрее как бы дизайн с ними сделать. И вот такая. Ну, опять вот согнули их. Ну, хорошо, что они тонкие и ничего не отклеилось. Вот такие вот. Интересные рисунки. Ссылочки все я оставлю. Кому будет интересно, пройдете, посмотрите, выберите. Там были другие наклейки с другими рисунками. Так, ну и вот что в руках у меня сразу. Так, опять люди без чувства юмора попрошу отключиться, удалиться, не смотреть. Это шарики. Обычные надувные шары. Шары плотные. Были разноцветные с надписями. Набор из разных цветов шары. Были, по-моему, белые с черными надписями. И, по-моему, черные с золотыми надписями. Ну, я взяла вот классику такую. Вот так. Вот так. Ну, думаю, сами прочитаете. Время тебя не пощадило. Немного осталось. Ненавижу тебя меньше всех. Так себе праздник, если честно. Я здесь только из-за торта. Капец ты старый. И природа щедро тебя обделила. Так у нас получается 4-3. Ой, 4-3. Вот это я считаю. 1-2-3-4-5-6-7-8-9. А цветные шары там 12. Ну, вообще написано 12 шаров. Почему 9? Ну, ладно. Разбираться буду. Посмотрю еще. Перепроверю еще. Зайду на Али. Либо это этот набор из 9 шаров. А цветных 12 шаров. Либо на Дули. Посмотрим. Шарики покрыты, по-моему, тальком, наверное. Но он не такой, не белый. Но чувствуется, что вот пыльца такая на руках. Так, следующая посылочка. Пришел гель-лак. Он уже у меня, наверное, четвертый раз, наверное, я его заказала. В распаковках и выкрасках он есть. Розалинт 29 номер. Такой нюдовый розовый. Как-то в комментариях девушка у меня спрашивала, цвет маникюра френч у меня был. Очень понравился, натурально смотрелся. Вот именно вот таким вот бель-лаком я его делала. Он такой нежно-розовый. Но на картинке он какой-то, знаете, бежевый какой-то цвет отдает. А на самом деле он такой приятный, нежно-розовый, нюдовый цвет. Но выкрашивать не будем, потому что, ну что, четвертый раз буду его выкрашивать. И он, у него такая консистенция приятная, знаете, похоже прям как на какую-то густую базу. Либо, ну не гель, конечно, но как густая какая-то база. И он полупрозрачный. То есть он не плотный, он полупрозрачный. Ну вот, я думаю, на кисточке все прекрасно видно и понятно. Если вы его в несколько слоев перекроете, то да, он у вас будет более-менее плотный. Но мне он очень нравится. Для френча, для нюдового маникюра вообще отличный гель-лак. Так, следующая посылочка. А, это же я достала. Так, шарики. Ага, все правильно. Что-то подзапуталось. Здесь тоже накле... Ой, посмотрите, подарочек. Я уже забыла, когда продавцы кладут подарки. А тут еще подарочек. Вот такие вот наклеечки с надписями. Сейчас вам поближе покажу. Вот такие и вот такие. Тоже там большой выбор наклеек. Я вот такие выбрала. Вот это мне нравится. Вот, для всего остального есть мастер-карт. Ну, вот такие вот наклеечки. Так, и в подарок продавец положил вот такие вот стразики. А, это не стразики, наверное. Это заклепки. И стразики, и заклепки. Блин, такой пакетик. Как его открыть-то? Так, открыла. Да, здесь стразики, заклепки. То есть, на тебе, боже, что людям не гоже. Ну, все равно приятно. Вот, кстати, вот таких миленьких заклепочек у меня не было. Перевернуть не могу. Разноцветные вот такие заклепочки всякие. Ой, девочки, они отлетают. И я их не вижу. Куда они отлетают? Вот, нашла. Тут бантики какие-то. Ну, микс какой-то. Стразиков и заклепочек. Да, заклепки у меня есть, но у меня нет таких разноцветных. И тем более, вот таких миленьких. Вот таких милепусечек у меня нет. Пригодятся. Спасибо. Ну, и самая главная моя посылочка. Шла она, ну, долго. Уже закончилась защита покупателя. Я открыла спор, но что мне продавец написал, что, ну, потерпите. И продлил мне защиту. Как раз до 26-го было написано, что если не придет посылка, тогда откройте спор. Ну, я его и не закрывала. И Алиэкспресс должен был вмешаться только 1-го июня. Ну, вот, видите, с горем пополам доехала. Так. Вот уже плотная такая вот эта вот... Вот, открыла. Это мне пришел парогенератор. Брала я его в распродажу. И он мне обошел. Я не помню, ну, не 11-го, 11-го. Потом какая-то была распродажа. Либо купон был. Ну, она мне в половину цены практически обошлась. Вот, покупка. Так, что у нас здесь? Здесь на английском языке инструкция. Здесь, я так понимаю. И на китайском. Ну, коробочка, сами видите, что она немного помялась. Так. Достаем все паричиндалы. Так, что у нас на коробке? Только вот, что. Ничего, в принципе, тут не указано. Ладно, разберемся. Это парогенератор. Я брала специально маленький. Ну, он такой увесистый. Так. Вот это что у нас штучка? Вращается. Нужно разбираться. Здесь есть насадки. Посмотрим, какие насадки. Так. Вот такая насадка. Для чего? Не знаю. Надо тоже разбираться. Наверное, чистить стекло, окна или что-то. Вот такая насадка. Вот такая вот насадка. Так. Вот такая вот насадочка. А, и вот это вот, как раз, наверное, вот эта вот штука, это как раз для вот этой вот насадки. Вот эта вот лопатка. Так, что у нас еще идет в комплекте? В комплекте идет воронка. Вот такие вот еще насадочки, щеточка и просто вот трубочка вот эта. Стаканчик. 200 миллилитров. Ну, наверное, макс это 250 миллилитров где-то стаканчик. Такой плотный. Две резинки запасных, наверное, прокладки куда-то. И вот такой мешочек. Девочки, помните, мне приходило чудо-юдо вот такое голубое? Вот оно как раз я заказывала. А, вместо чего-то мне пришло. И, наверное, это вот сюда должно одеваться. Нет, не налезет. Сюда. А вот сюда налазит. Ладно, разберемся сейчас. Так, шнур. Вилка Евро. Так, прям мощненький такой шнур. Сейчас посмотрим длину шнура. Ну, я его не брала отпаривать там одежду. Еще я брала для конкретных целей. Ну, шнур метра... Около трех метров, по-моему. Померила два метра шнур. Ну, сейчас мы тут разберемся, что к чему, и я вам покажу. Так, откручиваем пробочку, вставляем леечку, заливаю воду. Так, вот, на вот эту насадку... Здесь есть такие пазы, вставляем до упора и прокручиваем. Все, закрепили. Теперь нам надо закрепить вот сюда, я так думаю, как-то. Так, в резетку. И что-то нужно делать. Ну, наверное... Сейчас попробуем. Так, тут у нас клавиши есть. Сейчас, подождите. Ну, и пара-то нет. Так, немножко... Вот тут тяжеловато разбираться с английской инструкцией. Три-четыре минутки нужно подождать. Я пока сняла эту насадку. Три-четыре минутки нужно подождать, пока нагреется вода. О, прям чувствуется, что она там бурлит, нагревается. Так. О, хороший такой напор. Сейчас попробуем. Я одела вот эту насадку, одела тряпочку. Не знаю, что вам показать, почистить. Ну, сейчас тут у меня есть пятна на гарнитуре от пальцев. И мы попробуем. Так, вот, если вам видно, вот, есть тут пятнышки. Попробую, очистит она или нет. Ну, пар есть. Ой, прям пахнет паром. Так, ну и что? Ну, смотрите, очистилась. А просто тряпка без средства, если тереть, они не очищаются от этого пластика. То есть, удобно. Ну, вообще, я для чего брала? Я брала, чтобы в плите... Сейчас покажу вам. Вот эти вот пазы. Они в любом случае забиваются где-то мусором, жиром. И хотя бы там раз в месяц, ну, по возможности, вот проходиться вот здесь вот эту пыль, жир или что-то. Все вот это вот отсюда выбивать. Особенно вот в этих местах там сзади. Вот. Ну, вот такая вот штука. Вот такой вот супер агрегат у меня теперь есть. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Если возникают какие-то вопросы, пишите в комментарии. Отвечу всем на все вопросы. Всем пока-пока.